приветствую вас друзья вы на канале есть вопрос меня зовут александр и пусть не смущает вас мой внешний вид это глубокая задумка которая буду говорить в процессе сегодняшнего ролика и те кто захочет это поймет а те кто не приемлет этого вон из этого видео погнали сегодня говорим про перекладную анимацию и часто я сталкиваюсь с тем что нам задают вопросы нам или моим товарищем насколько сложно снимать мультики в образовательных учреждениях насколько дорого приобретать оборудование насколько оно должно быть высокотехнологично и у меня всегда один простой ответ попробуйте сделать сами первые шаги именно я про это вам может потом и не понравится это потому что дело которым ты занимаешься нужно любить и через вот эту любовь у тебя получится такой классный контент который ты будешь не только использовать для художественного эстетического развития да а сможешь и объяснять какие-нибудь сложные моменты допустим как растет там цветок именно через мультфильмы дети лучше запомнят намотают один раз на ус потому что они все это сделают ручками своими и пронесут эту информацию через всю жизнь если им это нужно поэтому сегодня я хочу вам показать пример того как можно сделать самый простой мульт студию своими руками из того что есть вот я подходил по офису нашел те компонент которые есть и второе покажу в конце программное обеспечение которое я рекомендую использовать она опять же бесплатно именно в минимальном своем формате но он достаточно для того чтобы вы поняли весь функционал то есть собираем из того что было накатываем софт пытаемся сделать мультфильм понимаем что это наша до всю жизнь этого ждал тогда только вкладываем свои деньги да дальше уже начинаем нести высокая светлая масс поэтому первое чем мы сейчас займемся мы разберемся что же такое из чего состоит мульт студия для перекладной анимации и как сложно сделать давайте сейчас переоденемся и пойдем практическую часть и так друзья давайте разберемся какие основные компоненты имеет мульт студия для перекладной анимации и чем мульт студия перекладной анимации отличается от мой студии кукольной или студии для теневой анимации отвечаем на второй вопрос на самом деле если мы говорим про переходную анимацию у нас плоскостная она идет да и вид сверху если у нас мульт студия для кукольной анимации то куклы у нас ходят как персонажа соответственно съемка идет вперед не не сверху да а так как мы с вами точнее так как снимает меня вот вся разница и теневая анимация делается точно таким же образом как теневой театр то есть съемка происходит просто анфас вот и вся разница станок примерно выглядит таким же образом поэтому давайте разбираться что нам нужно для того чтобы у нас с вами появилась мульт студия 4 стойки 1 2 3 4 на эти четыре стойки мы закрепим стекло вот так здесь у нас с вами будет стекло вот такое вниз под стеклом мы будем с вами закидывать фон вот сюда на пол то есть там где у нас будет стоять фон а на этом стекле у нас вами будут передвигаться персонажи ну или аксессуары какие-то для чего это сделано для того чтобы фон постоянно не смещался чтобы не было лишней тряски сверху мы с вами крепим камеру вот здесь на у нас снимает вот таким образом мы настраиваем кадр как происходит процесс съемки процесс съемки происходит очень просто фон мы с вами не трогаем персонаж у нас двигается также как гиф анимации да то есть у нас делается первый кадр персонаж находится вот здесь 2 это первый кадр второй кадр у нас персонаж с вами двигается до в каком-то направлении или передвигают руками и чем меньше да а это движение и чем чаще она то тем плавнее собственно наш мультфильм то есть вот у нас девочка шеве пошевелила ручками ножки и так кадр за кадром мы набираем собственно как мы это делаем мы это с вами делаем с помощью специальной программы чуть-чуть поправили нажали кнопку сфотографировать чуть поправили нажали кнопку сфотографировать потом в этой программе задаем а с какой скоростью у нас повторяются эти движения зацикливаем если это необходимо и собственно вот у нас первый кадр у нас таким образом и получается ну первый кусок нашего мультфильма все потом эти кусочки мы будем стыковать друг с другом то есть это объединяется допустим в первый фрагмент потом соответствие с нашим сценарием снимается второй фрагмент и таким образом у нас собственно и происходит мультфильм что можно здесь сделать дополнительно в идеале сделать подсветку это могут быть внешние источники до виде допустим лампы накаливания но настольная лампа которая у нас будет вот зафиксировано и все нам освещивать чтобы не было теней источника света должно быть как минимум два вот здесь она тоже такая же лампа но в идеале чтобы у нас была светодиодная подсветка во первых она мы сможем добиться равномерного до внизу этого стекла допустим мы прикрепляем светодиодную подсветку вот так светодиодную ленту и она у нас будет подсвечивать собственно фон а еще классно помимо того что у нас будет подсвечен фон подсвечивать еще и персонажи причем сделать это друзья мои независимо то есть на два контроллера посадить то светодиодными лентами работать знает что это недорого если светодиодную ленту выбираем цветную соответственно мы расширяем функционал мы сможем когда подсвечиваем фон его затем менять создавать дополнительные настроения да допустим там в холодных тонах в теплых тонах если мы с вами изменяем общую до освещенность мы меняем время суток это очень удобно а для того чтобы меньше крутить программа для того чтобы вы как взрослый все это представляете а детям лучше это визуализировать именно вот сейчас соответственно подсветку меньше они понимают что вечером проще именно отыгрывать сцены в таком формате все что мы делаем с вами первое мы с вами берем вот эти стойки делать будем из как вы думаете чего дерево можно правильно использовать но мы будем кабель канала кабель канала крепить мы будем поскольку я говорю быстро нам надо это собрать у нас ничего под руками нет мы будем это крепить на горячий клей за подсветкой заедем светофор я там видел самые дешевые они не знаю сколько стоит скажу в следующем выпуске сколько они нам обошлись светодиодную ленту не буду использовать потому что подсветкой светофора дешевле и нам с вами понадобится стекло вы скажете где взять стекло а мы с вами пойдем конем используем фото рамка которая у меня есть вот со стены снимем она от третьего формата нас вполне устраивает далее четвертое нам нужно программное обеспечение программное обеспечение досмотрите до конца я скажу где его взять а еще скажу как на этом сэкономить и так давайте перейдем практической части рисунок у нас получился вот таким все это здорово в теории но надо чтобы у нас хоть что-то получилось на практике а еще желательно бесплатно поэтому давайте перенесемся в студию и попробуем все это собрать и так друзья сегодня будем делать самый дешевый недорогое слово правильно использовать вариант мультстудии для того чтобы получить максимальный experience то есть на самом деле я понимаю что вы скажете я сейчас потрачу время мини мне не понравится именно сама конструкция я не достигну успехов разочаруюсь на всю жизнь нет вы этого делать не будете у нас во втором ролике мы сделаем сравнительный анализ причем это делать буду не я а педагоги одного из учебных заведений нашего города и они сами дадут вам обратную связь то есть мы им дадим классическую студию которую они приобрели в новый вариант они с ней тоже первый раз будут работать и мультстудию которую сделал я и посмотрим насколько мультик а будет отличаться от мультика и так друзья практическая часть с помощью подручных материалов давайте я вам их покажу подручный это прямо подручные у меня есть обрезки кабель каналов которые у нас были остались от ремонта далее нам понадобится по схеме помните стекло мы возьмем вот такую рамку она у меня есть соответственно мы ее как-то с монстрячем вот обязательно нужно будет веб-камера но те кто не имеет ее у нас просто не есть веб-камеры я не знаю как вы живете сейчас дистанционные технологии они требуют чтобы у вас было это оборудование но если нет приобретать не надо используем свой мобильный телефон вот ну и какая-то подставка у меня будет это самый дешевый такой такая штуковина чтобы закрепить эту камеру вот можно это сделать и другими способами я вот буду крепить с помощью этого и собственно я вам говорю что вот этого всего уже достаточно крепеж у меня будет это горячий пистолет который есть у каждого опять же загнать забежали фикс прайс взяли и собрали все что нужно я намеренно использую настолько дешевые материалы ничего не приобретал чтобы вы поняли что на самом деле в 90 процентах случаев вас останавливать не наличие или отсутствие дорогостоящего оборудования а ваша мотивация ваше желание и вы понимаете что здесь разбираться вам а мы уже своей стороны покажем вам наглядном примере что дорогостоящие оборудование в 90 процентов случаев все-таки работает еще также как и недорогостоящие потому что успеха вы достигаете одинаково и так друзья давайте приступать я думаю пошаговая инструкция вам не нужна будете смотреть на ускоре на съемке то что у вас самое дорогое это время и собственно в едите потому что вы скорее всего будете делать из своих материалов думаю просто из брусков если захотите повторить поэтому давайте сделаем ускорение магия и вперед итак друзья у нас получилось что получилось кривую косой но это работает вот поверьте мне а зачем верить если вы можете увидеть смотрим видеоролик так друзья вот так я снимаю ролик чтобы вы видели взял нашу штуковину распечатал фон сделал два светильника они не обязательно и собственно камеру закрепил сверху дальше все делаю в программе вырезал персонажи персонажи у нас перемещается по внешнему фону так получается вот видите вот здесь ходят персонажи при этом фон я не смещаю это очень удобно потому что если еще и фон будет трястись это будет печаль поэтому для этого и делается все то есть на этом оборудовании у нас получается ролик который вы увидите сейчас вы скажете что-то сложного и я о том же это очень просто все делать а самое важное что вы это попробуйте бесплатно в описании уже оставил ссылочки на две программы которые используются реально в современном образовании когда вы приобретаете мультстудии вот эти программы вам поставляется с помощью такой конструкции и этого вы уже сами сможете попробовать но важно следующем видео мы возьмем вот эту кривую конструкцию возьмем настоящему мультстудию поедем настоящий детский сад проведем обучение педагогов так как мы умеем это делать не на высоком профессиональном уровне до мультипликаторов на понятном доступном уровне они сделают свои работы и вы сами посмотрите отличается ли работа на простой на кривой косой мультстудии от того что покупается в современное образование в современные дошкольные учреждения обязательно пишите комментарии что вы думаете по этому поводу как часто вы сами создаете различные методические разработки для достижения своих успехов напишите нравится ли вам мультипликация в образовании или это ерунда да для дополнительного образования и также напишите что вы хотите видеть в следующем видео а с вами был александр канал есть вопрос тот кто нажал колокольчик стал первым кто узнал новинка современного образования до новых встреч и пока